Первый канал продолжает серию репортажей о предметах и явлениях, которые изменили нашу жизнь. В этом году юбилей отмечает автомобиль. Опытные образцы Карла Бенса были медлительно ненадежны и требовали частой дозаправки. Какой путь машины успели проделать за следующие 130, проследил Иван Благой. В горку он не поедет сам, даже если завести двигатель мощностью меньше одной лошадиной силы. Это точная копия автомобиля Карла Бенса, который был запатентован 130 лет назад. Любителям ворчать при виде женщин за рулем стоит знать, первое длительное путешествие на первом автомобиле совершил не мужчина, а женщина Берта Бенц. И проблемы в пути супруга пионера автомобилестроения решала самостоятельно. Когда засорился топливопровод, она взяла дамскую шпильку и этой шпилькой смогла прочистить его. И поехала дальше. Ну а мы запускаем двигатель. Вот так в 19 век ворвался звук будущего. Особые навыки для вождения этого автомобиля не нужны. Управлять им почти так же просто, как и трехколесным велосипедом. В баке всего 2 литра горючего. И этих 2 литров хватает на то, чтобы проехать примерно 16 километров. Ну а дальше надо искать заправку. Тогда, в 1886 году, в качестве заправок были аптеки. Двигатель работает на Лиграине, особым бензине. Он продавался как чистящее средство. На таком топливе можно разогнаться почти до 20 километров в час. Достаточно, чтобы хорошо расквасить нос. После появления первого автомобиля Карла Бенца прогресс было не остановить. Уже в 1911 автомобиль смог разогнаться быстрее 200 километров в час. В 1927-м сдалась 300-километровая отметка. Сегодня самый быстрый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания способен нестись со скоростью почти 435 километров в час. Надежность то немного, чем старички выгодно отличаются от новых железных жеребцов. Это пожарная машина 1916 года выпуска. Лучший пример того, что делали автомобили когда-то на века. Двигатель заводится, что называется, с полоборота. В этом частном музее, в маленьком немецком городке Марксцелл, почти вся история автомобилестроения. Первые немцы, огромные американцы, скромные французы и яркие итальянцы. Есть и совершенно уникальные экземпляры. Вот этот агрегат работает на шишках и дровах. После Второй мировой войны автомобилестроением занимаются все, кому не лень. Первые попытки сделать машину сверхдешевой. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Вот эта малышка точно не роскошная. Деревянный корпус, сверху покрытый листами алюминия. Я сейчас попробую полностью залезть внутрь. Еле ноги помещаются. Внутри приборная панель, сделанная из фанеры. Этот автомобиль немцы называли бутербродом за невысокую стоимость. Это западная Германия, 1949 год. По сравнению с Фульдой, любая, даже самая бюджетная современная машина, напичкана поистине космическими технологиями. Что уж говорить о дорогих авто. Сейчас человечество на пороге создания серийного автомобиля, которым вообще не нужно управлять. Многие автомобили уже сегодня предлагают полуавтономную функцию вождения, систему помощи при смене полосы движения, авторежим в пробке. Например, Мерседес или Вольво при движении с частными остановками сами трогаются и тормозят. На дорогах мира сегодня более миллиарда автомобилей. Большая часть из них все еще с двигателями внутреннего сгорания. Но продажи электромобилей и гибридов растут. А совсем скоро нас ждет новая революция в области персонального транспорта. Машин с водородным двигателем в Германии пока очень мало. Но многие автомобильные заправки уже устанавливают специальные колонки, водородные колонки. Мы сейчас находимся рядом с одной из них. Вот вы видите обозначение водорода, H2, пистолет заправочный. Он, естественно, особый. Водород поступает в бак под высоким давлением. Ну и, конечно же, главный вопрос – денежный. Насколько выгодно сегодня иметь автомобиль с водородным двигателем? Это мы сейчас узнаем. Сколько стоит проехать 100 километров на водороде? Расход на 100 километров – примерно 1 килограмм. Сейчас килограмм водорода стоит 9,5 евро. Сегодня столько в Германии стоит примерно 8 литров бензина. Только здесь в качестве выхлопа – обычная вода. Мог ли об этом даже подумать Карл Бенц? Он-то воду использовал для охлаждения двигателя. Воды нужно было много. Радиатор появился позже. Покатались 5 минут – и все, остываем. Когда осознаешь то, какой путь проделало автомобили, строение за эти 130 лет тоже невольно останавливаешься, чтобы немного остыть. Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Людовская, Первый канал, Германия.